Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусство. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и Дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Питер Пауэльс Рубенс. Ламанская школа. Стадо о опушке леса. Нигде художественные принципы и широта стиля Рубенса не выразились так ярко, как и пизар, число которых гораздо значительнее, чем думают, так как они рассеяны по многочисленным галереям и частным коллекциям. Оригинал, предлагаемый нами гелиогравюры, изображающий лесистую местность со стадом овец на берегу ручья, находятся в громадном, но очень строгом по выбору картины собрание графа Карлиева «Замки Гова». Обыкновенный Рубенс любил переносить на полотно далекие горизонты с массой разнообразных деталей – горами, долинами, берегами моря и реками, лесами и полями. Но на этот раз он изобразит ровный интимный мотив, заимствованный в родной природе. Тем не менее, благодаря подчеркнутости композиции красок, благодаря усиленному ритму, в котором сплетаются все формы, картина производит тоже грандиозные впечатления, как и прочий его пейзаж. Корявые стволы, кутрированные очертания, богатая скала красок и их сопоставление в оттоке солнечного света, его рефлексы, проникающие в самую глубь тенистые чащи и делающие это термин прозрачным. Теркальная поверхность ручья, в которой с такой ясностью отражаются берега, мягкий вечерний воздух и в виде стафажа, окрающийся на постпосту. Все это вместе, как в общем, так и в деталях, сообщает картине тот чудный приподник Леиз, который свойственен вообще всем произведениям великого мастера. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства», картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотографюрах Бодей Кнаппа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok